всем привет мои друзья сейчас мы едем в город салоу там же находится городок лапинеда в котором я с 2006 по 2008 год работал диджеем пиджеем там же были администратором сайта и и снимал видосы там постоянно делал контент для сайта как раз там я познакомился с диджеем с попсинклером с дэвид геттой марки года потому что так получалось что я открывал их не выступление закрывал даже познакомился диджеем урис из голландии из амстердама я перед ним открывал вечеринка играл и также познакомился с диджеем чаки мы вместе с ним рука об руку играли по воскресеньям течение всего летнего сезона вот сейчас хочу попасть туда хотя бы на часик глянуть на все те места откуда я отправился покорять небесу я провел салоу где-то около трех лет было был нелегалом я не был документов я подал документы и ждал их и получил их спустя три года жизнь после три года после того как прожил нелегально в испании вот конечно у меня много знакомых там не знаю кто там остался не остался у меня всего один час времени чтобы посидеть всего мне три часа времени один час чтобы доехать из барселона туда и один час чтобы вернуться и один час чтобы что-то увидеть там и вот сейчас жму на газ хочу успеть до заката солнца вот так мы сейчас выезжаем в лапинедо слева от нас находится огромный химкомплекс бас в тарагоне а справа находится порта вентуро парк развлечений не был здесь восемь лет сейчас мы въехали в место куда я ездил два года на работу клуб пача лапинедо вот мы и въехали конкретно в саму лапинедо лапинедо пина это сосна а лапинедо значит переводится как сосновка сосновка на побережье среди зерного моря да сколько я ходил по этой дороге пешком когда ездил на автобусе вот здесь с право стороны в доме даже знакомые были вот она самая большая дискотека марки пача в испании пача лапинедо так пача лапинедо вот она пача который я проработал два года своей жизни 2006 по 2008 год вот смотрите вот этот тот самый фургончик он уже такой ржавенький на этом фургоне мы тут помню гоняли с командой пачи делая вечеринки в соседних в соседних городках Салоу обалдеть вот смотрите это у этой пачи самое большое помещение вообще все которые существуют марки пачи вот такое здание в башне там ничего нету она просто так сказать декоративная а вот этот красный это большой зал в этот зал помню на некоторых вечеринках мы набивали где-то пять тысяч человек было такие самые мощные вечеринки которые мне запомнились вот и вот я нахожусь здесь на парковке вот в этом офисе я монтировал видосы приходил сюда в течение двух лет каждый день каждый день практически без выходных да работал здесь днем в офисе потом шел домой переодевался и шел потом еще ночью стоял за пультом до самого утра такая была жесткая была работа у владельца вот этой пачи когда я работал здесь у него у него был он себе купил mercedes cls первой версии ну а у меня уже последний второй так что очень забавно у меня зарплата тогда была 900 евро прикиньте все 900 900 евро я тут пахал блин почти 24 часа в сутки помню меня я заменял пять человек в этом клубе они увольняли людей персонал а я короче выполнял потом их функции вот в итоге я работал VGM я работал видео техником я снимал видео как видео оператор я был администратором сайта и еще иногда мне приходилось короче включать свет и еще мне приходилось следить за звуковым оборудованием клуба короче приходить включать и выключать менять динамики и 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 в и и Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Русские девушки ходят Русские, как я понял А вот, кстати, компания Плана Смотрите, вот этот сайт busplana.com В 2008 году Дел я Компания Плана мне тогда заплатила Первые серьезные бабки Которые я заработал на сайтах И вот я сделал Сайт на трех языках На каталонском, на испанском Не, не, на английском, на испанском И на русском Конечно же на русском А вот здесь сейчас будет Железнодорожный переезд О, вот тут я снимал квартиру В этой иммобиллярии Парцеллоу А вот здесь такой Железнодорожный переезд Опасный, блин Здесь постоянно кого-то сшибали На этом переезде Вот тут я ездил поезд Дороги к маме В Аликанте Туда в Тревехо А жил я здесь Когда только приехал Я покажу Посмотрим Вот сюда Вот здесь Я приютил Джонни Сан Большому спасибо Вот эта дверь была И вон там он жил Пока не снял себе квартиру Сам Вот здесь вот Вот здесь впереди Еще одна зала Забыл, как называется уже Здесь как-то выступал Михаил Голустян Джонни Сан очень гордился Знакомился с Голустяном Постоянно мне о нем рассказывал Именно от него я узнал Кто такой Голустян Так, мои друзья Мы тут сейчас находимся В Соловой И мы зашли в офис К моему другу Юре Барклову Юра именно тот человек Который меня здесь Очень Очень хорошо поддерживал В Соловой И когда я переезжал на Ибицу Он мне даже Помог Одолжил свой минивер Чтобы перевезти все мои шмотки Да, слушай, я вам не задумал Вот Меня вообще тогда сильно выручил Огромное спасибо И вот мы сейчас Спустя 8 лет Здесь В Соловой Не виделись И вот сейчас Обмениваемся Последними новостями Что произошло Вот Привет большой Дженни Сан Если он нас все-таки Будет смотреть Именно он нас познакомил Вспомнил, вспомнил Вспомнил Как назывался Назывался Вот этот клуб Назывался Порто Принципе Типа Порт Принципе А теперь называется Хаос Оф Илужен Хаос Оф Илужен Да Интересно А вот здесь Слева такие Это Это вилла Самых богатых Людей Королей Князей 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 Каталонских Проехал Вот тут Вот здесь я живу Вот в этом Здесь дверь Да Здесь дверь Вот прикинь Я вот здесь прожил Два года Снимал квартиру Вот этот подъезд Это подъезд Это очень хороший А вот здесь Вот там он где Видишь Свет горит Сверху Вот под ним По-моему На четвертом этаже Вот А вот здесь У меня вид был На Портавентура И кемпинг Кемпинг Класс С удовольствием Посетили Лапинеды Салоу Большой привет Хисус Сала Тудела Джонни Сан Юрий Корник В общем Всех-всех Кого не увидел Большой вам привет Сейчас возвращаемся Салоу Место Где я провел Около трех лет Своей жизни Два года Работал в Паче Лапинеде Очень много Пережил за это время Немного расскажу Как все происходило В общем Когда я приехал в Испанию Я жил Сначала в городке Тревьеха Вот И У меня Тогда Тогда как раз Появился сайт Промодижей Я тогда Завел свой аккаунт У меня раньше Назывался Мой дизайн был Atomics Atomics Промодижей Точка Ром Вот Я тогда писал музыку Такую жесткую Типа Бампинг Хаус Бампинг Вот И в общем Меня нашел Меня нашел Один товарищ Женя Диджей Джонни Сан Он меня пригласил Приехать К нему в салу Посмотреть Че тут и как И Он же меня Протолкнул Вот так сказать Представил меня В клубе Пачало Пинедо Сказал что Я вообще Круто шариваю Видео Разбираюсь Я режиссер Там Режиссер Видео И все такое Кино Вот И они Пачало Пинедо Мне предложило Заняться Занять Место Виджея Вот И Естественно Так как я Мечтал Работать В таких Больших клубах Я согласился На это Но Подумай Сначала Начну Виджеем А там Уже Глядись И за Виджейский Пульт Перестан Перейду Вот Джонни Сан Я представил Тутеле Тутеле Это Директор Пачало Пенеде Приятный Мужчина Он У меня Поверил Под Свою ответственность Меня Взял Я тогда Был нелегалом У меня не было Документов Вообще Никаких Ну то есть Я приехал в Испанию Остался Я приехал в Испанию По визе Вообще По финской визе Въехал Виза Просрочилась Я здесь Находился На нелегальном положении Уже около года В этот момент Когда поступило Такое предложение Вот И в общем Я там работал Вот С Джонни Саном У нас потом Немного дороги разошлись Но тем не менее Я о нем Я о нем Вспоминаю только Диплом Я поработал В паче В лапинете До тех пор Пока Пока Мне не поступили Другие предложения Я в тот момент Начал Хорошо зарабатывать На Изготовлении Разработки Веб-сайта В интернете И вот А затем Появилась Ушуая В моей жизни Мой друг Том Прилосил меня Заняться Проектом Ушуая На Ибице Но это уже Началась история На Ибице Вот И с тех пор Прошло 8 лет Я с удовольствием Сейчас Посетил Сало Лапинедо Проехался По всем этим улицам На своей собственной машине Раньше Я ездил Только на велосипеде Здесь Тогда вообще Было Такие времена Пренепредить Я снимал квартиру За 430 евро В месяц Еще платил Интернет Интернет Свет Воду Еще выходил Там порядка Где-то Евро В 200 А зарплата У меня была 900 Нелегалом Вот Я помню Такие времена Были такие Так Затянув пояса Так 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 Работать Работать Какие-нибудь Все Любые Шарашки Которые получались Там Сделать сайт Кому Ничего Помочь Компьютер Настроить Очень сильно Мне помогали В общем Здесь Я в сало Подался Документы Потом На Свои документы На получение Испанской резиденции На том основании Что Когда ты живешь Здесь Безвыездно В Испании Три года Ты имеешь Права Легализоваться Вот Я Сделал Это Подался Документы Как только Я получил Здесь Документы В сало Я сразу Переехал На импульс Потому что Я решил Что Здесь Это место Исчерпало Для меня Все возможности А Ибица Открывала Другие Сосемь Другие Двери Но Тем не менее Я всегда Приятно Вспоминаю Об этом месте Большое спасибо Что Вы Что Вы Смотрели Мой сюжет Ставьте Палец Вверх Если Вам Пораз Оставляйте Комментарии И Видите Новых Выпусков Я их Снимаю Постоянно Каждый День В этом поездку На пути Постоянно Встречаются Знакомые люди Только Я зашел на паром Уже Встретил Встретил Испанца Который Говорит Я из-за того Слежу на фейсбуке Да Интересно Совпадение Ищу Вику Вика А ты Где Ты Что Готова Путешествие Я уже Кают Нашел И Встретил Встретил Знакомого Который На фейсбук Следит За нашим путешествием Клево Давай Здесь Отлично 4.50 А это что у нас? Прикиньте Под завершение путешествия Мы попали на паром Которым Гигантский выбор Различных соков Свежевыжатых Это что-то нереальное Это абсолютно нереальное Ищупните меня Крутая компания Буду плавать Теперь только на ней Нужно ПАВИЧЕСЬ А ПАВИЧЕСЬ КОТОПОЛУЙСКИ КОТОПОЛУЙСКИ Субтитры создавал DimaTorzok